и бобоба два долбоёбы меня ломается пока тут вот стримов за год сколько все таки в итоге выпил бутылку вина потом это эти два доллара пошел на них гулять а ребята а когда там должны прийти бабки то ну как то их у них у меня нету никого не жалел что дамы и господа всем привет с вами дэн и вархаммер и наше великое новогоднее преступление под названием новогодний подкаст 2021 где наши deep dark фэнтезис привели к нашей великой депрессии на канале и в итоге перед вами сидят данжи масса дэн и боссов джим мархаммер бибобоба два долбоёбы ну что вот давай лег начнем с того что давай проанализируем весь год а потом уже будем в конце говорить чем он там запомнился будем делать выводы из этого начнем наш наше шит-шоу в с января в январе у нас все началось как мы после новогоднего подкаста объявили прошлого года сведи battles где могу часто сказать я помню что те первые три дня уже нового 2021 года это был просто адом в плане монтажа то что я понял насколько много надо монтировать кто-то любит да кто-то любит оставлять на последний день поэтому с этим соглашусь в итоге тебе ди-баттл спрошли лёша их выиграл причем советую посмотреть да был великолепный просто видеоролик формула-1 это просто шит-шоу который закончилась моей воинственной победы в итоге потом это закончилось ну фиговая рокет лига для меня и в итоге еще и плохим ну это очень медленным контер-страйком один на один после этого у нас было естественно наши новогодний розыгрыш и заодно новогоднего панкейс который мы уже проводим с 2017 года правильно но розыгрыш с 15 на 17 4 4 года мы уже его проводим и в итоге нам естественно как всегда ничего не выпало тогда было абсолютно уныло у нас опенкейс ну если было не уныло это то что я закончил на тот момент свой проект золотой дробовик где я пытался за полтора месяца и так не зафармил да и силь и сильвера превратиться в голд нову из-за этого как раз почему и название золотой дробовик да и не алексей предлагал деньги за то что так зафармливает у нас наконец-таки звание в итоге как он как тогда сказал в трансляции на топовых девайсах поиграв на лаборгини было забавно конечно смотреть на все это потом все сел восьми классик как он не буду подумать что он там сделал говорю просто детский сад зашел начал пи***ть резко человек шел условно статистикой после первой половины 15 20 а потом шоу со уже 40 28 и при этом и при этом я помню оранжевый ушел там один из игроков ушел во время игры вот и вот он ушел и мы стали выигрывать а то что у вас человек который чуть не последний был в табе резко возвратил на 1 это мало кого волновало именно ну донесу в общем после того как нам ничего в очередной раз не выпало с open кейсов начался уже контент контента часа если что я смотрю текстом то что мы подготовленным все таки мы у нас дип-дарк-фэнтези кто-то смотрит лёша на тот момент не закончил еще свои отношения с формулы-1 и они и активно в январе были этапы формулы-1 различных лигах были за январь про я проехать теперь русский язык у меня не формируется проехал в итоге алексей четыре этапа лиги ПКТ два этапа лиги рейсфовын который как раз тот в этот же месяц и закончилась могу сказать одно рейсфовым вас в кавычках очень была веселая лига единственная по-моему которые квалификацию и гонку проводила в разные дни тем самым моделируя моделируя реальные гонки формулы-1 нельзя сказать что это была полезная модель но это как бы они решили так существовать причем ее создали те люди которые потом переходили абсолютно другие там лиги и спокойно там ездили решили свое в итоге не набрали народу и в итоге все это тема закончилась помимо четырех этапов лиги ПКТ лёша еще ездил в очень веселом аттракционе под названием ПКТ реалистик я думаю алексей ты помнишь надо было фан лига тогда это была фан лига которая строилась по принципу реальных болидов туберс если ты финишировал условно последним тебе давали самый сильный балет в классе а тем кто финишировал на первом давали естественно самые слабые болиды и конечно это иногда приводило к очень веселым там столкновениям там и выигрывали ну правда выигрывали в основном болиды средней силы на тот момент это помню рено было условно рейсинг-поинт и и все по моему вот это помню две команды нечетко побеждали ну и какие-то там даже даже я помню слабым гонщиком когда давали сильные болиды от этого как бы скилл все равно не повышался самого гонщика и все равно люди побывали с гонок так же как я уже назвал финал золотого дробовика был естественно ничего не заформили и пошли дальше а вот самое главное событие нас января это было то что мы второй раз решили возродить проект прокачки контр-страйк да я уже очень приятно вспоминать это сеть стрэш который потом ты вся превратилась 17 января вышел первый у нас первая трансляция была уже сильвер на прокачку у нас прошлом году это называлось кайсер на прокачку потом это превратилось уже с приставка silver принцип не поменялся но мы решили второй раз попробовать почему бы нет потому что кайсер на прокачку закончился таким себе результатом мы подумали что давай-ка еще раз попробуем может что-то получится первое место кстати неплохо получалось относительно ломбард но потом будет одно событие которое не очень хорошо скажется на самом проекте и на мотивации меня самому переходим к февралю восьмая позиция обидно печально досадно как-то вот под конец сезон начал не складываться феврале у нас было всего два видео на канале это обзор двух этапов лиги по кт я могу сказать от себя я тот момент вообще забил на видеоролики я исключительно выходил только с трансляциями а на тот момент у нас строился механизм что в среду я катал тренировочные матчи по кс гоу и воскресенье у нас была полноценная трансляция где алексей вот примерно с таким же видом как вы сейчас видите сидит и анализирует и периодически бьет свою голову фэйспаба потому что периодически я творю такую дичь что это невозможно тупо догадаться дальше у нас как естественно продолжается активно сибир на прокачку также еще было забавно я думаю ты это тоже помнишь а значит пока ты решил больше сделать фановых лиг было пока ты реалистик была еще такая лига называлась пока ты классик на последний этап еще залететь был гран-при а бу-даби пока ты классик был принцем что они ездили на боли до хридбула 2010 года и ездили все лиги на тот момент пока то их было три дивизионы и вот получается все гонщики всех трех дивизионов решили туда заехать в 11 февраля и найти не особо лёша тогда понравилось он конечно сначала поездил ездила потом немножко в одну в один неудачно в одну второй и после этого лёша сказал что я больше никогда не буду ездить с людьми с другого дивизиона о короче на классики мне блин листика хватает за головой где мне тоже жопа горит людей также можно сказать что 8 февраля лёша решил проэкспериментировать дальше и пошел уже в европейские лиги 8 февраля он поехал с кс-лигу на который кстати как ни странно и закончится у нас отношения с формулы-1 и лёша решил как лёша давай так говорить чтобы не я разговорствовал ты на тот момент зачем на пошел почему пошел он детей пошел за опытом ну чё там там наши просто были из пока это я такое почему бы не пойти там и радик был слава был еще кто-то был почему бы не пойти не влиться туда же да потому что из кс-лига как асу как уже лёша сказал половина была гонщиков из лиги пк т а половина была европейцев которые как потом выяснилось не особо сильного уровня там пара человек буквально могли держать уровень тоже лиги пк т но так это в основном была очень трэшовая лига которая прям просто реально люди из нее таки таки ты раньше устраивали что мама не горит также я могу сказать одно то что у нас дебютировал еще на канале эр факта 2 ты не помню какого числа да как как он начался так почти быстро закончился ты с чем ты связываешь что просто не пошла игра или после неинтересно было сама лига просто скорее даже границы пилу скажем так потому что как бы если кто незнакомый я думаю постоянно зайти наши знакомы но sim racing к делится на конец дела на категории по играм тф1 это ассета курса это 1 к всем рейсингу не приобретает пожалуйста f1 это пародия на аркадный sim racing худшие пародии sim racing к если можно так правильно назвать в общем если считается таким треугольником sim racing это и racing за который платить много надо р-фактор и ассета курса копить на обычно с от курса это смотрит с от курса можно гонять люди и ты гонял в дальнейшем поэтому об этом тоже расскажу также у нас 20 февраля состоялся твой финальный заезд если правильно помню в лиге а нет нет это финал получается 3 сезона пк т не помню сразу говорю на какой-то там трассе был да и не суть важно потому что ты потом все но еще участвовал в следующем сезоне и еще заодно 27 февраля ты подал заявочку на участие в прайды sports лигу который по моему образовали если правильно помню господин тарабукин он же one second если правильно помню не только не только он да там пару еще человек вместе с ним и ты гонялся чей сделал команда пк тэрик гонялся ты и александр струценко он же твой но там вы на мерседесики погоняли и еще кстати можно назвать февраль начало пути в твоем в эндюренсах хоть ты и гонял вас это курса уже на тот момент то ты получается тот дебютируем момент в в эф ну эфзер эндюренс лиг было грампе испании один час на час я барселоны дать и там погонял и это можно назвать ты начало пути в эндюренс который потом дальнейшем станет твою основной деятельность не я сказал я жрать землю буду блин но и все равно этот ран получил который хочу переходим теперь к марту тем что не только это 8 марта и не только какие там еще праздники бывает марте да не суть то важно и в марте случается самое веселое событие наверное в год в году и я бы это зло даже ffl года объясняю как все было сейчас у вас будет на экранах кадры как выглядел мой на тот момент компьютер алексей мне собрал компьютер 2016 году естественно мы собрались и лишь точнее собрал все комплектующие и отвез мне этот компьютер на тот момент он пять лет не чистился вообще ему не к ни одна живая душа не притрагивалась ничего не раскручивала ничего не делал естественно груды пыли там много изначальная задача была почистить просто пыль выйду там баллоном сжатым воздухом и все бы хорошо я там почистил чуть-чуть пыли при попытке повторного запуска компьютера мой аккумулятор внешний аккумулятор дал статичного тока в материнскую плату и она улетела в итоге 17 марта у меня ломается пока и как пора кто-то своими кривыми ручками дал стати до достать и тебя тоже до дать статику это надо еще постараться хотя аккумулятор тоже хороший стоит в итоге 17 марта ломается пока в итоге это все летит тартарары silver на прокачку на две недели отменяется причем получается отмена серии было впервые полно за два года вообще существования проекта потому что мы пока смогли там условно среду пропустить на маникане пропускали воскресенье наше родное вот получается на тот момент была отмена по сильверу естественно отмена по всему контенту теперь я кстати на самом деле вот тот момент и начал ценить компьютер я тебя понимаю что такое когда ты можешь спокойно сесть в любой момент и монтировать самые ролики потому что не но я на зато ну как бы я еще тот момент на меня студенческие годы научили делать презентации на мобильном телефоне потом и с них же рассказывать но на самом деле не кайф абсолютно был потому что эти плана сколько компьютер дает возможности мы живем в такой век что тот монитор на который я смотрю на который ты смотришь он открывает нам очень много возможностей так вот и получается от меня отмена пока двадцать восьмого марта пусть я там печати 10 11 день не возвращать компьютер снова уже материнка и вот сейчас он до сих пор работает на на этом все вот после этого великолепного файл года который по факту в дальнейшем забегая чуть вперед немножко подпортит silver на прокачку и по факту его это отрежет дальше бы у нас два видео обзора всего вышло два видео на канале в тот месяц это обзоры новых лифт этот обзор видос еще тогда выходили обзор в прайде ты ты не переживай там еще бы там будет месяца когда мы вообще продуктивный были до безумия значит выходил обзор прайда это по-моему было не помню какой гран-при по образились прям помню и ассета курса это твой проезд ты там делал на него обзорчик ты сейчас на продолжается твои заезды в прайде виска из лиги или как орофло лиги можно ее так назвать также был дебют ассета курса недовека ты поймут как раз переросло это век до взор в недовек это была трасса fuji on jp 26 марта это все было и буквально через два дня у тебя произошел старт лиги пк т 4 сезона как потом выяснится это будет твой последний сезон в лиге пк т и вообще мне кажется ли пока ты это был последний сезон вообще да и естественно 31 марта у нас возвращается сильвер уже подбитом виде как будто ему два колена отстрелили и в итоге это как-то пытается все это стримить сильвер на прокачку вот так вот у нас как-то закончился первый весенний месяц и переходим теперь ко второму нас весеннему месяцу апрель потому что три тысячи за формулу 1 в которой будет куча багов опять же извините нет не хочу в апреле было весело уже четыре видео на канале было все в бог чем да но было два обзора этапа этапов и по-моему правда если правильно помню может проверить и как основной канал смотришь и также были наверное во первых выпущен твой наверно один из лучших роликов в этом году ну точнее как вообще можно с этого ролика в принципе задать вопрос хотя ладно я уже задам наверно то позже это кто сделал ролик f1 2 20 21 эта границу для у майна где ты распинал и принципе то об этом на стримах говорил получается этот ролик как-то в едино все соединил почему f1 2021 и как дальнейшее выяснится пока f1 не создано вообще никак для у майна где-то по принципе объяснил все по объективные причины почему это игра не будет так пользоваться популярностью и также нарезка новогоднего стрима это моя личная победа потому что двадцатом году был новогодний стрима не вышла на резки хотя меняю товарищ пинал говорила типа как как-то в том меме ленивца и пинать надо это какая-то нарезка когда я да да будет будет в конце месяца в конце месяца так чаще всего происходит в итоге в апреле я созрел такой надо сделать и в итоге я сделал нарезка есть так что новогодний стрим если вы хотите посмотреть что там вообще происходило есть я не знаю подсказка вылетит если что есть ссылка внизу в описании итак после того как все это было сделано дальше у нас получается и единственное причем самое забавное что у меня в апреле единственное пистолет два события особой кипиши не продолжается сильвер лига пк т недовек и с кс лига и если правильно помню это все было в трансляции это да но на самом деле там было еще кое-что ну давай тут стримов за год все таки да тебя зазнаешь сколько ты там на транслировал да вот это также в середине апреля стартовал чемпионат это курса фрэнс вот это был полноценный эндюранс чемпионат то что было не до веки это считается спринтом потому что гонки до двух часов первый этап 6 часов фуджи как раз на которых мы смогли тогда заработать победу с большим отрывом своих оппонентов итак перейдем уже как бы ты назвал лишнее событие еще одно которое я я только что буквально перед началом ролика говорил что я ничего не упустил в итоге переходим мы к мою сейчас не успеет давай выходи развели развели паренька мая у нас получается вы что по вам только одно видео это ты а не получается стоп да одно видео это где был скандал с компанией если это кто играет в контур стайка думаю в курсе что это за компашка и чем она занимается и была команда сопра нас это побочный эффект команд клан фонтан и рэрготс который просто побольше помню игроки как раз играли да ну вот видишь получается и в итоге Леша решил выпустить еще раз видео потому что если как вы не знаю зрители в курсе или не в курсе Леша делал уже ролик про клан фонтан и этот ролик неплохо зашел там зрителям короче говоря решил снова хайпануть да вот если вот так вот объяснять то в принципе да 17 мая выходит этот ролик но к сожалению не удалось потому что ЕСея быстро поняли что обосрались да быстро выписали банком да и двух дискульпцировали вообще с ЕСеем 11 мая Леша решил это как раз по-моему когда у нас начался перерыв в проекте Сильвер на прокачку ты ради фана решил мне забустить аккаунт где-то там сыграл миллиард матчей и в итоге 10 побед подряд пришлось одержать чтобы с Сильвера 3 перейти на Сильвер 4 наоборот со второго на третий да со второго на третий чтобы понять 10 побед надо было подряд одержать вы бы видели реакцию Леши который после там 6-7 победы я не понимал почему его до сих пор не апают только сука скажи что меня не апнули 10 игр подряд б***ь я то свершил б***ь наконец-то б***ь и в итоге после того как Леша решил мне забустить аккаунт там еще параллельно с этим всем в мае Леша впервые заходит в этом в этом году в World of Warcraft в рамках стримов ты начал там качать героев не помню 19 мая это все произошло не важно да и в итоге 28 мая мой день рождения в прошлом году у нас было символично я впервые начал стримить на Твиче 28 мая в этом году в этом году было 28 мая 2 часа Дайтоне а сет-курсы не до века в классе DPI а ну это старт старт сезон как раз да я не помню какой был уже этап где ты сам Смоллером гонялся и он там всех как раз таки Дайтоне была Дайтоне была ну кстати если бы я не ошибался может быть я бы смог бы с ним нормально зарубиться хотя на тот момент ты в нынешний момент навряд ли не по силам но Смоллер же активно гоняет если правильно помню в Айрэйсинг это бы по-моему главный нет или он сейчас вообще подряд он только сейчас в основном в голосе и то редко если стримит ну сейчас у него в межсезонье у него там сейчас свободного времени кучу навалом поэтому я думаю сейчас стримы у него будут активно по-моему Афтрит этот начнется когда в марте в апреле фиг знает никто не знает будет ли он там ехать потому что у нас в трансляции я говорю что как бы два года еще ладно прокататься а третий как-то уже да не хочется быть вторым Джеком Хьюзом который сколько там пять лет гоняется уже мы в три как бы то что долго гоняешься тебе что и дает да это понятное дело почему там текучка кадра большая и так же можно еще сказать про то что ну естественно ну стоит лишний раз напомнить естественно продолжается сервер на прокачку который на тот момент начинает немножко так он вот так прям полный курс на дно ну и так же Леша продолжает ездить наших двух в Рофло Лиге под названием СКС и в Лиге ПКТ если человек сам не заходит в игру я не хочу его заставлять насильно не хочу тратить его время свое время и поэтому я просто принял решение на то что мы закроем рубрику переходим уже к летним месяцам кстати это летний месяц у нас были супер продуктивные как ни странно ты говоришь в этот момент уже выпускали много роликов не поверишь в июне в июне выходит 2 июня выходит последний эпизод по прокачке где мы потом после нее с Лешей переговорили в дискорде о том что мы оба не видим смысла дальше продолжать потому что я не хочу и моему особо уже ему уже больно на это смотреть он не осознал что потом через 4 месяца ему еще так же примерно больно будет смотреть уже в рамках другого проекта но об этом чуть позже и 8 числа Леша выпускает видео на канал где на который он назвал The End of the Silver где он объявляет о том что не видит смысла и проект Северной прокачку закончился интересный факт навряд ли я думаю кто-то поймал отсылочку этого видоса кое-чему вот так сказать адресовая карта это была отсылочка к Евангелиону как раз таки а да я помню это мне рассказывал вот там музычка играет вот плюс картинку я пытался воссоздать что-то подобное ну что у тебя неплохо получилось у тебя кстати в этом году я тебе могу честно сказать у тебя очень хорошо прокачался твой разговорный жанр роликов потому что вебка появилась да вебка появилась в этот раз ну и как бы само построение текста очень неплохо пошло то есть есть явно прогресс и как бы если раньше в 2014-2015 я смотрел часто ролики по той же FIFA где люди исключительно в разговорном формате работали и не знали вообще что-то такое другие какие-то жанры и эксперименты в плане форматов то мне обзоры лично заходили не только потому что мы же с тобой дружим с детсада но и как бы если вдруг я попал бы случайно на твой канал я бы уверен что меня тоже доцепило в июне у нас еще выпущено аж 6 видеороликов ай смотри просто да мы прям продуктивность прям продуктивность выходит просто через все чаты чарты бьет обзор ПКТ нарезка по прокачке выходит это я решил в этот раз такой думаю блин ну прокачка же хороший был проект блин давай-ка я по ней начну пилить нарезочки и в итоге июнь июлю я пилил потом это как бы все закончилось и Леша еще параллельно стримля выходя со стримом Down of War со штаммом если правильно помню и с него выходят две нарезочки Down of War причем которые по-моему нет это в 19-м году неплохо заглядя я помню причем непонятно даже каким образом но видимо нашла нашел в виде свою аудиторию дальше у нас естественно продолжается СКС или как мы уже Орофла Лига и я еще так как закончился Сильвер на прокачку я понял что у меня полная свобода я могу что угодно стримить я решил поиграть в экзотический формат я играл в напарники я играл на экзотических картах которые не играет никто потому что никому это нафиг не надо и играл в различные форматы чтобы просто не играть в банальные ММ ну хотя нет на самом деле на экзотических картах я играл ММ но мне казалось что это что-то новинку я на новых картах решил поиграть и понял что это круто ну это в итоге продлилось где-то меньше месяца в итоге еще 11 июня я считаю это событие месяца и наверное событие года первый 24-часовой стрим Мм да точно Расскажи какие эмоции у вас были во время стрима Мм Истощение Радость боль боль унижение пиздец ну если более таки подробно раскрывать Леша стримил Warcraft долго во время трансляции мы мы как все было сначала была такая задумка бахнет стрим какой-нибудь долгий 12-часовой ну ладно идея неплохая потом я подумал а почему бы здесь не прикрутить такой элемент продления стрима в виде донатов я такой ну в принципе тоже неплохо придумал сколько это все должно выйти по 200 рублей за 1 час игру порядка 400 и 24-часовый стрим получается ну и что же тут у нас все и начинается я начинаю стримить через пару тройку часов залетает господин Мах Торах или же Серега который начинает потихонечку так донить вот через какое-то время залетает еще один господин который получил шутник за 300 потому что он писал под разными никами но посыл был пенец к сообщению что это он пишет вот ну и по итогу потихоньку потихоньку раз час добавился два час добавился три час добавился четыре добавился пять потом разом несколько часов добавлялось и за семь часов стрима собралась уже вся сумма и в этот момент я понимаю мне а что самое интересное на следующий день должна была быть гонка в недовеке как раз таки гоняли саному вот и соответственно ну представляете каково это водить машину после того как ты не спал 24 часа еще плюс там до гонки часа два было то есть 26 часов а еще гонку ехать час вот в общем ну гонка ладно забегая вперед вышла ищет шоу потому что у меня интернет решил отрубиться по гонку гонки не доехал вот ну короче стрим весел 24 часовой в общем да спасибо большое особенно там серёги то вот ну и тому шутник за 300 вдруг он смотрит канал мне еще понравилось помнишь там была великолепная шутка про машу и топор от которой от которой это порвало возвращением девочки собирали цветы мальчики играли в индейцев маша нагнулась а в жопе топор стреляет индейцы вот ну да там час 12 шел как раз 13 кстати еще можно сказать об этом я по-моему даже не писал но вот сейчас вспомнил именно с этого стрима у Лёши началась великая битва между ним и компанией стримлабс а ну там да там небольшая история потому что все таки у нас расскажи вкратце совсем здесь донатная система донатная система на которой к сожалению ребятам из Украины зайти сложно и знать спец на ней не могут вот мне предложили простой вариант сделать этот стримлабс и чтоб туда можно было донатить как раз таки сиропа туда и донатил вот ну я думаю ну что сделаю вывод на киви поставил естественно все все отстримил конечно ждать естественно 15 дней надо после того когда пришел проходит как раз таки полмесяца начало июля и думаю ну все сейчас бабки придут наконец таки так сказать заживем но они не приходят я начинаю писать саппорт мне в саппорте пишут то что низкие есть проблемы и они не могут вывести по итогу полмесяца ожидания еще и мне пишут то что мы можем вам перевести на пейпал я пишу без проблем я привязал его все отлично жду теперь бабки на пейпал и жду я их месяц уже то есть где-то в середине августа мне присылают первое сообщение точнее в начале августа присылают первое сообщение о том чтобы как бабки переведены но все впереди я уже в середине месяца пишу саппорше типа вот что типа какого черта где мои бабки я никогда не видел это сообщение мне написали что вот вам все уже отправили я смотрю на почте да у меня правда есть письмо о том что вы можете как бы получить бабки но есть одна невязочка на пейпале нужно предоставить данные свои чтобы активировать аккаунт и соответственно без активации вы ни хера не получите бабки на свой пейпал аккаунт и собственно вы же понимаете уже к чему идет здесь разговор аккаунт не активирован бабки я не получил я сижу активирую аккаунт и пишу в саппорт уже пейпала что как что-то как-то там будет с бабками мне пишут что так как у вас был неактивирован аккаунт вы их получите они просто вернутся обратно к отправителю и отправятся они только к отправителю через месяц после отправки ну то есть в начале сентября думаю ладно хрен с ним подождем проходит начинается сентябрь я пишу в саппорт что типа вот как бы там месяц пошел может быть у бабки отправить я пишу да 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 мы отправим их все отлично будет по итогу я сижу жду дальше где-то две недели у меня меняется уже в саппорте человек с которым я разговариваю у меня уже второй человек появляется из саппорта и по итогу мне пишут что все мы все отправили типа там good luck все дела и закрывают мне реквест я думаю ну ладно отправили ну там же 15 дней надо было тогда игноки ждать может быть и тут надо было 15 дней ждать проходит 15 дней уже середина октября бабок нету у меня начинает вызывать вопросы где мои бабки пишу в саппорт снова открываю этот реквест типа ребята а когда-то он должен прийти бабки ну как-то их у меня нету и все после этого тишина неделя полторы и у меня все-таки отвечает наконец тот человек с которым я в последний раз переписывался бабки должны были прийти моментально я такой в смысле моментально мне ничего не пришло где как когда зачем почему начинаю выяснять мне говорят пишите в саппорт пейпала я такой стоп в саппорт пейпала а что я им напишу здрасте мне тут должны были бабки прийти где они собственно я конечно так и написал но саппорт мне пейпала не особо чего ответил они ответили что если номер транзакции если у вас есть то мы можем чем-то помочь пишу в саппорт стримлапса нужен номер транзакции через неделю его получаю пишу в саппорт пейпала мне говорят да такая транзакция есть но она не ваша я такой ошибись пишу в саппорт стримлапса Ребята, вы что-то запутали Странция вообще не моя Вот По итогу проходит еще Ну сколько там получается Уже середина ноября идет Еще проходит неделя Мне там отвечают По итогу им Саппорт PayPal ответил, что аккаунт Якобы не активирован Походу они Отослали даже аккаунт И типа бабки вернутся там В конце месяца Собственно бабки возвращаются Начало декабря, финиш Я наконец получаю те самые бабки Которые мне тогда еще Серега задонатил Аж в июне Полгода, Карл Они шли ко мне Дорогие друзья, с тех пор мы больше не работаем Со стримлапсом, поэтому мы для международных Донатов, те кто не может Задонатить через донатичный лед У нас есть донатбэй Он спокойно работает и он нам все нормально отправляет Я еще могу сказать, что у PayPal Самая ублюдская У ебаная тема Саппорта Это просто Хуже нее ничего не существует Просто Когда ты пишешь саппорт У тебя просто Ты отослал сообщение Все и ты ждешь ответа В PayPal ты не можешь дать ответа Тебе если Никто не может ответить Тебе пишут Ой, все заняты Напишите нам позже И так вы можете пару дней туда писать Еще 13 июня происходит еще одно интересное событие Его можно назвать прощание с ПКТ Финал четвертого сезона лиги ПКТ Леша ездит за Феррари Ты как? Сам расскажешь или мне подробно? Я примерно знаю Что происходило Помнишь что-то Тетап в Австрии? А, ну да, я помню Выходят последние повороты Прыжок Смерть Конец Да Эта лига кончена Да В итоге Если правильно помню Можешь меня подправить Если что Леша изначально приходил У нас часто по ПКТ Ведут переходы По формированию команд И так далее В команде был Товарищ под ником Карасик Он на тот момент Претендовал на чемпионство И по-моему в итоге Тут личный зачет И выиграл Да Потому что Из-за того Из-за 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 В дивизионе Б Человек Который Также боролся За чемпионский Из-за 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 И в итоге Леша Еще вступил Получается На последние Этапы Как замена И по факту Его была Главная Задача Это как Быть Марком Вебером Который Не борется За чемпионский Титул Это привести По очечу Там По два Зацепил И вот Прошел Австрийский Марш Где Как раз Уже Объяснил В подробности Что произошло Вы можете Сейчас Видеть это На экранах Я думаю Вы уже Видели До этого Так вот И вот Тем самым Финал Лиги ПКТ Закончился Таким образом На первом же Круге И причем Как Леша Сам на тот момент Скал в трансляции Я не помню Вообще Никак в жизни Чтобы у меня Конку Формулы 1 В воронках Лиг заканчивалась Однажды Меня били На первом круге Но я хотя бы До середины Середины гонки Доезжал А тут Прямо на первом круге Все закончилось Ну при этом Все равно Личный зачет Выиграл Товарищ Карасик И Кубок Конструкторов Тоже выиграл Феррари Потому что Команда Которая против вас Боролась Она просто Не пришла На этап В полном составе Да Из-за этого По факту И тем самым Лига ПКТ Закончила Свое существование Потому что В дальнейшем Они просто Не набрали народ И в итоге Это все как бы Прекратилось Не в наборе Дело Там Ну да Там не в наборе Там во-первых Уже на тот момент Люди настолько сильно Друг другом Как бы так Помягче сказать Поссорились Что в итоге Одни не хотели Гонять Вторые не хотели Тоже Гонять с этими В итоге Все как бы Пасла Вторая бутылка Тархунчика Для взбогаения А ты думаешь Тархун На самом деле Это акцент Ты Ты Не с тем Человеком Говоришь Я тапсент Пробовал Я знаю Как с него Можно улететь Ладно Продолжим Нашу Перформанс В итоге Закончив Отношения С ПКТ Леша пошел В большие лиги Точнее В эндюрансы И Леша 20 20 июня Проехал Достаточно Большой эндюранс Под названием 10 часов Лимана Это было Пророчено К С Токорсо Фрэнс Да К С Токорсо Фрэнс Это было 10 часов Лимана И по-моему Если правильно помню Вы его выиграли В своем классе Мы его выиграли На первом же кругу Да Потому что Те кто с кем Должны бороться Были товарищи Не пришли В итоге Это С теми Кем мы могли бороться Они получили Дисквалификацию На первом же кругу За то что Они получили Игровую средку Они доехали С ней до Старфинишной линии И им игра Выдала Дисквалификацию После игры В ваших Кассетокурсах Но правда Игрой Это с трассой На трассе Стоят Почему-то Такие прям Жесткие ограничения По средствам У нас что-то подобное Было В недовеке В Лимане Тоже народ ловил Хотя вроде Средки были отключены Прямо Настроено Такое И В итоге 21 июня И в дальнейшем Последует Дальше вопрос 21 июня Как я назвал У себя тут В аналитическом листе Алеша летит в США И заканчивают Все дела А точнее Он едет Последнюю свою гонку В Формуле 1 На данный момент Это СКС Лига Этап США Алеша У меня К тебе Вопросик есть Что ты в тот момент Вообще чувствовал Что я наконец-то Закончил играть В Не очень хорошую игру Будем корректны И в итоге В итоге Все это Закончилось И можете Кстати есть нарезка Я не знаю Может подсказка Или опять же Ссылка в описании Великолепная нарезка Прям полностью Палитру эмоций На тот момент Леша объясняет Потому что для него Каждая гонка В тот момент Это была боль Особенно В таких лигах Как СКС Там Никого не жалел И Дебилизм на трассе Там все присутствует Там В полной палитре И поэтому У меня к тебе Следующий вопрос Ну Ты по факту Конечно Уже частично Объяснил Даже в рамках Этого подкаста Но я Хочу еще раз Чтобы мы Один раз И навсегда Объяснили Эту ситуацию В какой-то момент Понял Что Надо валить Из ваших Этих Ф1 И надо Как-то развиваться В симрейсинге Уже в другом направлении Когда наставил Стоит 3000 рублей Вот так и понял Нахрену надо И на тот момент Сата Кольса Выглядел как Неплохой вариант Потому что Ты по-моему Как раз в ролике Объяснял Что Вот как раз Ухожу в АЦЦ Потом Донейший ролик Будет Ты объяснял Что На тот момент У вас сата Кольса Было гораздо больше Чемпионатов И гораздо больше Призовых фондов В F1 была проблема Огромная Чемпионата Было мало И особо Даже копеечки Не заработаешь Скажем так В F1 Просто Меньше Путей для развития Как я считаю Первое Второе Большие проблемы С Внутриигровыми штрафами Ну То что есть В АЦЦ Это на самом деле Очень Много лучше Система Она жестче С одной стороны Потому что Если ты срезаешь Что-то Получаешь Потом Прайс по петлейн Что тебе Как бы Снимает Трачет больше Времени Чем получаешь Эти 3 секунды Там Средки В F1 С другой стороны Играть Они не наказывают За просто так За то что Просто выехал Чуть шире Чем нужно Вот В АЦЦ У нас класс ГТ представлен И каждая машина Это Именно Определенная машина У нее Она не одинаковая Как в F1 В F1 Проблема в том Что еще Все болиды Одинаковые Это с одной стороны Хорошо Но с другой стороны Плохо Нет никакого Разнообразия С другой стороны Хорошо то что Решает все Скилл И все В F1 В F1 Разные машины Все по-разному Едут Соответственно Есть разнообразие Но из этого Текает то что Какая-то машина Едет хорошо На одной трассе На другой Она едет плохо Потом находятся Различные Ибо машины На тот момент Это Ну Ладно Смарт я не назову Это потихоньку Макларен становился Прям Вот Ну Ну И как-то так Вот Чуть В АЦ Как-то больше Все-таки Чемпионат Ну да Вот это По факту Была главная Причина По которой Леша Ушел В АЦ И в АЦ И в итоге Сейчас Ты Можешь Назвать Сейчас Счастливым Пани Симрейсинга Ну так Относительно Ну то есть Переход Понятное дело В любом случае Это положительная Вещь была Потому что Ну как бы Ты напрашивал В любом случае И Как в итоге Выяснилось Потом Лиги F1 Не только В СНГ Но как бы Они начали Потихонечку умирать В итоге Понятное дело Что переход В этом плане Точно сказался Ну там уже С результатами Это уже Второй вопрос Это уже Личные такие Привилегии Уже Алексея И в итоге 25 июня Дебютирует На канале АЦ В полном формате Ты Ну подать Давай так Я сразу скажу Потому что Это об этом Ты ее стримил До этого На Твиче Только Периодически Залетая в компоты Или как они Называются Компетишены Когда я начинаю Стримить Я только Пабы стримил Да Пабы И в итоге Это получается Была попытка Залететь В В компетишене Уже полноценной Была трасса Нирбунг Ринг Которая в итоге Потом превратилась Даже в ролик Потому что там Была такая Очень упорная Борьба Потому что Там даже Комбэт Неплохо В гонке С собой До призовых мест В итоге В итоге 30 июня Как раз Выходит этот ролик Обзор 25 Был трансляция 30 Уже вышел Видеоролик Поэтому Мы Заканчиваем Ну Стрим был 28 А Да Точно Хреново Написано Цифры Ну Но Не суть В итоге Переходим на Второй наш лист И Июль Залетел Ай-яй-яй-яй-яй-яй, извиняюсь, что так громко говорю. Бум, мне кажется, сейчас прёт, а? Второй месяц. Самый продуктивный месяц в пани видеороликов. У нас выходит аж... 7 видео. Я понимаю, что для некоторых каналов это вообще данные, ну, как бы, нормальной составляющие выкладывать видеоролики на постоянной основе, но в нашем случае 7 видео в месяц это уже продуктивность выше крыши. Можно с ней топить и мотивировать, как многие говорят. Выходит 3 нарезки по прокачке. Выходит ролик, который я хотел ещё давно сделать, но в тот момент я с ним припозднился и такой думаю, ну, ладно, хрен с ним там. Лёша расстался с F1, сделаю обзор, почему Монако не должно быть в онлайне любой игры. Это как раз... Я считаю, это было самое лучшее. Вот два ролика, я считаю, были лучшие на канале в этом году. Это вот прощание с F1 2020, потому что там была такая очень киношная история, что сначала Лёша полностью там ненавидит всё, что только можно, потом он на порыве эмоций удаляет нафиг эту игру, и потом ещё, чтобы... Я такой думаю, ну, нельзя же просто удалить игру, и в итоге эмоционально он прощается. Правда, я немножко его контент использовал, об этом мы с ним говорили, но получилось как-то органично. И в итоге вот этот ролик, и как раз почему Монако не должно быть, потому что это, наверное, это ещё причём самое забавное, что это была первая лига, в которой гонялся Лёша, это была лига Зетмира. Ну, я думаю, постоянно зрители знают, кто такой Зетмир, если нет, то это человек, который снимает различные видео по карьере в F1, и ещё теперь ещё по различным играм начал снимать, в связи с автомобильной тематикой. И получается, как раз Монако в тот момент был очень весёлый, потому что там такой трэш происходил, по полной там, и люди круговые не хотели уступать, место пришлось тащиться много кругов, там разворачивались на ровном месте, врезались куда не надо, и в итоге, забегая вперёд, Лёша привёз аж целое очечие после этой гоночки на Хасе, и потому что твой напарник, по-моему, вылетел на последнем круге, и в итоге, по факту из-за твоего вылета, тебя в итоге получилось торпеднуть в очковую зону. 3 июля ещё тоже достаточно, ну, такое хорошее событие, Дэн, запасаясь бутылочкой виноградного сока, решил такой, а почему бы не постримить покер на канале? Дэн решил сыграть на свои шекели в нескольких покер-румах, в итоге, там, по-моему, выиграл максимум полтора-два доллара, и в итоге, выпив бутылку вина, потом эти два доллара пошёл на них гулять. Шута, конечно. Гулять? Да, гулять на два доллара, на 80 рублей. Не, у меня ваше на 120, ладно, если бы встать доллар сейчас. Дальнейшем, после вот этого вакханалии под названием покерный стрим, 11 июля, Лёш уже в ОЦЦ едет, 6 часов за андворден. Это первый этот, полноценная гонка в ОЦЦ эндюрнс. Напомни, вы, по-моему, там, ты как раз, по-моему, даже после этой гонки пост выложил в группе о том, что там совсем пошёл не так, как планировалось. Или у вас тогда нормально было? Даняшу норм был. Даже победить? Нет, второе место. Второе место. Ну вот тогда, там просто ещё будут следующие эндюрнсы, забегая вперёд, когда там полный прям был обосрамс, но об этом чуть повним. Дальше, вот как раз, вот следующий у меня эндюрнс по спинску. Ты едешь в лиге Apex Online Racing на Жаор, 6 часов в Венгрии. Ага, туда наш трой опыт после этого андворда был. Да, и после этого даже выходит ролик на канале о том, что история крупного обосрамса. Конечно, ролик достаточно длинный, 41 минута, но, в принципе, я думаю, посмотреть его можно. Да, ну там достаточно большой объёмный обзор по всей гонке, там есть свои моменты, которые реально обкакали всю ситуацию. Если правильно помню, в этой же гонке ты столкнулся со Смоллером. Ну да, он мне приехал. Да. Сделал фистинг. Фистинг, да. Ну, правда, фрихандри бакс не заплатил, но неважно. И ещё, кстати, 29 июля, а нет, сейчас вот так, 16 июля я выпускаю «Прощание», потом 21 июля ты выпускаешь «Ухожу в ВЦЦ», где ты расписывал все причины, почему ты ушёл, «Монако» 14 и ещё у нас получается первая коллаба в истории нашего канала. 29 июля ты совместно стримишься с господином джедаем 46. А, да. расскажи, как у вас получилось вообще на коллабу будете? Это легко, просто. Мой старый, так сказать, знакомый друг, он вот предложил в один момент сделать подобный стрим, типа в танках, потом в кораблях, так как в танках я плюс-минус что-то шарю, он в кораблях очень хорошо шарит, ну вот, ну естественно так вот получилось. Плюс-минус выбрали время, ну и соответственно подстремил я танки и корабли на нашем канале. Символично взять там танков не было в нашей канале, они только были моим твичек в канале, поэтому их нигде не найдёте его, так что всё, отлично. Кто-то не узнает что такое, что такое, ну я могу честно сказать, я видел, как Леша играет в танки во двоймя после одного из новогодних наших с опенкейсов он решил поиграть в танки и знаете, там досталось многим с нехорошими словами и так далее. Там и чьи-то матери были, но не суть. Так вот, и получается после коллаба с джедаем, кстати, забегая вперёд, джедай ещё потом два раза рейдил на твиче Лёшу, а у кого-то были отключены уведомления и он два раза проспал этот рейд. Правильно? Ну, есть такое. Не, в первый раз они тоже были отключены. Да, и причём самое забавное, что люди, приходившие с трансляцией джедая, даже, по-моему, один там в чате написал, что он говорит, после 10 минут отборного мата он решил с нами поздороваться. Ну, как бы, я человек простой, как бы, не нравится, не смотрите, никого не заставляем. Переходим к последнему летнему месяцу, к августу. Что же, отсюда мы и начинаем мой путь. Посмотрим, чего нам удастся достичь в чемпионате от СМП и что нас будет ждать дальше. В августе было только два видео на канале. Это того, как Лёша пытался ехать, самое, наверное, страшное, что можно придумать в Босоте Кольсак аппетитсион, это дождевой спа. Даже на обложке данного видео есть в левом и нижнем углу пепек, который стоит с крестиком. В итоге, по-моему, а как ты, кстати, тут дождевой спа в Дессе проехал? Ты помнишь? Ну, где-то что-то около топ-10, что ли. Так как у меня сейчас открыто, ну, сейчас гляну, конечно. Ладно, я тогда, пока ты смотришь, начну про другое рассказывать. 7 августа у нас Лёша едет 8 часов Нью-Бок-Ринга в качестве эндюранса. И еще едет 15, дальше у нас 15 августа Лёша делает наш второй стрим-марафон. Уже в этот раз на 12 часов примерно по той же системе, как он описывал ранее. То бишь, вы можете задонатить лишний час. Но, по-моему, тогда он просто реально 12 часов просто простримил без лишнего продления. Там вроде просто был наш стрим. 17 августа у нас идет слияние, точнее, начинается отношение как в Тиндере между Лёшей и СМП. Я имею ввиду Кубок-Раф. Ты ехал предквалификацию на тот момент на трассе в СПА. Поэтому ты уже как посмотрел, что там было в Дожди в НСП. Да, там 10 место. А пока расскажи-ка, как строилась волшебная квалификационная система в Кубке Рафа в плане распределения в лиге. Рассказывать не буду, есть отдельный видос по чемпионату, ссылочки есть в описании, идите смотрите. Короче, если просто сказать, то это была такая очень замудренная в некой степени глупая система, причем, которая была тупая, потому что нужно было проехать три быстрокруга и среднее время этих трех быстрокругов считалось проехать. Нет, это нормальная система, это система сейчас где уже в виде использует. Это, на самом деле, правильная система показывает реальный темп человека, потому что проехать быстрокруг один, ты можешь спокойно поставить кругу жизни, а вот поставить три круга жизни подряд, это уже навряд ли сможешь. И то в том же Аория последний их чемпионат, там требовалось пять кругов подряд проехать так. И нормально система была. В общем, дальше Леша стал уже покорять полностью, вошел в мир эндюрансов, ездит тысячи километров в спа, вас это курс на GT и занялась шестое место. Если помню, тогда вы гонялись в команде с Мирандиксом, Иван заградил футбол. Ну да, я туда и подзаруинил наше место. Ну, все бывает. 19 августа выходит ролик старт Эл Ружи твоего проекта по становлению тебя как стимрейсера. Пока что немножко заброшен. В смысле время. В смысле может быть. Ну что ты так быстро ты интрига ты убиваешь, что же ты делаешь-то, Ира? Причем, как же, если вы посмотрите, я даже сейчас скрин сделал видео, как он пост написал, что Эл Руж это поворот, который проделивается со скоростью 200 км в час. Идет снизу вверх, сперегатывал другой поворот. И вот так же будет... Кринги! И вот так вот будет наш путь до следующего поворота. Я забыл, как он называется, Рудильярд, по-моему, или... Рудильон. Рудильон, да. Вот он прям там так хорошо списал. Он прям весь смысл глубокий вложил. Оу, ноу, Кринги! Оу, ноу, гад, плейс, ноу, ноу! Ладно, в общем, старт его Ружа начался, и в дальнейшем 29 августа был первый этап Кубка Рафа на трассе Поле-Рикар во Франции, где Лёша занял 12 место в качестве дебюта. Из 30, там, из 7, там, и... Конечно, он остается вот, что-то дерьмов. Нет, на самом деле на тот момент, с учетом того, что я в дальнейшем буду освещать, и я думаю, Лёша мне подтвердит, если что, как происходило, сама лига проходила, но на тот момент 12 место в той лиге, которой был Лёша, это был реально очень неплохой результат, потому что в топ-5 залезть там было очень тяжело, в топ-10 можно было. Вот 12, это был вполне хороший результат. И... Да, Горяк. В общем, видос по этому всему вроде есть. По всем этапам? Ну, не по всем, там, но по первому... По трио, если я правильно помню, да? Да, по первому, второму, третьему, четвертому есть. Ссылочка будет внизу в описании, я об этом даже видео скажу, в итоге, как бы, если что, ссылочка надо знать. И еще можно сказать, что в августе происходит для нас эпохальное событие, которое немножко развернуло наш вектор канала. Ну, нельзя сказать, что в большую сторону, если так по чесноку говорить, но для нас, как авторов, конечно, в очень неплохом качестве. Объясняем, в чем суть. 24 июля мой школьный товарищ Алексей, или как он на канале, в котором, конечно, буду говорить, он позвал 10 карат, пишет мне, записывает аудиосообщение в инстаграме о том, что, слушай, у меня тут есть друзья, знакомые, они делают ютуб-проект, связанный с играми. Я говорю, у тебя там, у тебя там вообще нет онлайна, поэтому я подумал, что может тебе как-то помочь и помочь вашему каналу в развитии. После того, как я попросил у него контакты данного товарища, данного товарища зовут Сергей, мы с ним переговорили и в итоге 10 августа мы, в итоге, после полуторанедельных а-ля переговоров, мы все-таки решили, что надо пробовать. Резон у нас был следующее, что мы выходили в любом случае на новую аудиторию, которая нас не знает, это, считай, лишний охват плюс, и плюс еще мы могли выплатить некоторые форматы, которые не считали нужным делать на V1-мультигейминге, но вполне сойдут для стримжопа. Канал называется стримжоп. И в итоге 10 августа мы встретились, обговорили все условия и в итоге пришли к согласию. И в итоге, забегая вперед, в сентябре мы уже начали у них выпускать ролики. В итоге 29 сентября мы объявляем о сотрудничестве V1-мультигейминга с каналом стримжопа. Или проектом, как они хотят его называть. Они там проект назвали Рубиком. Они там тоже меняли вектор развития, потому что до этого ввели три только человека в канал. Один был в качестве автора, двое были как бы создателями, они ввели его понятное дело естественным образом. И они решили на тот момент набрать команду авторов, которая будет ввести контент и приводить подписчиков и тем самым зарабатывать просмотры. В принципе, сейчас, чем они занимаются у нас сейчас куча авторов на этом канале, и в том числе мы вдвоем выпускаем. Я в четверг, точнее, я перепутал. Алексей у нас выпускает по четвергам в ролике, я в пятницу, так что анонс у нас есть всегда в группе ВКонтакте, так что, в принципе, можете за этим следить. Ссылка тоже на группу ВКонтакте внизу в описании всегда есть. Так что да. Так-то получается на самые продуктивные месяца это как раз-таки осень и зима, потому что минимум выходит по 8 роликов от нас на канале Кринжо. Да, но если считать исключить наш канал, то у нас самый продуктивный месяц был июль. Поэтому мы можем, в принципе, перекатываться в сентябрь и уже перекатываться в осень. А что, как ощущения? Ну так себе проехал. Первый блок только был лучше. Там много кусков было. Итак, в сентябре, 3 сентября, обзор первых гонок в рамках Эл Ружа. Это о том видеоролике, который ты говорил. Как ты сказал, необгоняемое трио назвал. Это была трасса... Это позже было. Это уже октябрь. А, нет, стоп. Первый ролик был именно обзор поля Рикара исключительно. Да. Прошу прощения. 9 сентября и 10 выходят наши первые ролики на стрим-джобе. 8 числа мы объявляем о том, что мы сливаемся с стрим-джобом. 9 сентября мы после нашей великолепной поездки на Москва Рейсвей в подмосковном... Забыл, где находится, в каком городе? В Коломске, по-моему? Ну, Павлакар. Да. Так вот, на Москва Рейсвей мы ездили с целью... Ну, точнее, мы ездили вдвоем, но в основном весь контент завозил у Алексей. Он пытался проехать офигенно на трассе Москва Рейсвей в Ассетекорсе. И в итоге там был волшебный ролик веселый вышел, да. Ты сейчас думаешь о том, как ты весело проехал? А, там сосед... Извиняюсь, там сосед очень веселый, как всегда. Там периодически он на стримах Лешу беспокоит. А вот сейчас, видимо, весело. Чё, и музычку играем? Там, там пошел экшен. А, пошел экшен. Ладно, продолжим про нашу Москва Рейсвей. В общем, Леша ездил туда, катать на Москва Рейсвей уже в виртуальном режиме. И я уже рассказывал, мне запомнилось в той поездке скажи только, что ты не слышишь, ещё мыло. Да, я слышу. Ну так, лёгкий шум. Ой, ёлки. О! Не, вот сейчас я не слышу, чуть честно сказать. Я в одном мухе сижу, поэтому мне, в принципе, половина ничего не быть слышно. Так вот, значит, продолжаем. Москва Рейсвей, 10-го часа я уже выпускаю ролик-перевод. Я перевода перевёл такой, если так, татологично не звучало, я перевёл их туда на канал StreamJob, потому что я понял, что там, в принципе, можно их развернуть. Также в сентябре у нас выходит 11-го сентября, как у нас получается, сначала выходило два ролика, 11-го сентября мы первым нашей в истории, ну, не в рамках, конечно, нашего канала, к сожалению, но пилим StreamBattle по NFS Underground 2. Мы решили по легендарным сериям Nifaspeed'а пойти и в итоге для кого-то это был хороший спидрант, у кого-то это превратилось немножко в трэш, который вылился в две нарезки, вы можете его найти на канале StreamJob, если что, будет тоже ссылочка в описании. Я бы сказал три, в принципе. Да, там прям три было. Подробно было. Да, три было там, ну, потому что очень много контента и мы даже, кстати, забегая вперед, мы не завершили даже тот спидран по андеграунду, потому что, ну, слишком много объема было гонок, и в итоге нам не хватило сколько, мы 12 часов проходили в сумме? Ну да. Нам в итоге этих 12 часов даже не хватило, чтобы пройти всю игру, и в итоге мы на этом как бы остановились. А также, помимо спидрана, еще у нас начался 18 сентября проходит на часа тот самый проект, о котором я сказал, что Леша еще будет с болью вспоминать, это название Skill Up, Counter Strike, та самая добротная прокачка, только уже под третьим соусом, другим названием, но с одним и тем же принципом. Сразу забегая вперед, можно сказать, что это Skill Up был реально самый трешовый из тех трех, которые мы делали, потому что у меня не получалась игра абсолютно, получалась как у автора картины, если залетит, так залетит, если не летит, то он не летит прям по полной, причем с полной палитрой абсолютно. Поэтому в основном в нарезках, которые после этого выходили, будет главным действующим лицом именно Алексей, и то, как трешово это все смотрелось, и в итоге как это превратится в полный фарс. И также еще помимо Кубка Раф в Венгрии, который ты проехал в тот момент после Поля Рикара, где ты занял 27 место. Нет, там после Поля Рикара был Доннингтон. Доннингтон, где тоже не очень было так. Гонка, причем, в которой ты сошел, если даже помню. И еще ты проехал в рамках сета курса GT 6 часов в Киеламе, Южноафриканской трассы. Ну да. Да. Где, по-моему, ты даже победил. Нет. Нет? 4 или 5, не помню. Ну, в общем, Endurance Леша уже на тот момент освоил так, что он заходил уже с ноги в хату. 14 место по итогу гонки. 18 отыгранных позиций за 1 час гонки. Переходим к октябрю, где мы уже начинаем активно работать со стримджоубом. Мы активно там начинаем... У нас всего уходит одно видео, которое сделал Леша. Это как раз вот это необгоняемое трилл. А это был обзор как раз Кубка Раф, где он там рассказывал о том, что Раф, конечно, молодцы, но почему-то зачем-то ставить такие трассы, непонятно. Но, по-моему, в том обзоре этого не было, это было уже в обзоре на канале стримджоуба. также 2 октября Леша едет в Ассетти Курсе обычный в 8 часов Бахрейна. Это, по-моему, было в рамках Фрэнс, если правильно помню. Да, это уже был четвертый этап, третьего на канале не было, потому что мы его не поехали. Вот, ну там своя история отдельная. Да, но в итоге Леша своим напарником на тот момент, естественно, тоже девиза был, они победили. Да, но мы в личном зачете продолжали уже тогда проигрывать. На юле мы 6 очков. Надо было все выигрывать, все оставшиеся гонки. В итоге Леша после этого активно на канале стал катать компетишены, периодически стримы были по ПЛЕ, или как оно называется Path of Exile. Периодически там были ты в глиге залетал, если правильно помню. Ну, да, там был пару стримов. Также 8 октября мы на канале стримжоу решили поиграть в бета баттлф 2042. Ну, как бы, да, если молодцы, правильную игру развивают, да, да, идеи, да, это лист, о, так, бл**, бл**, что вы раньше не додумались до этого, в Клавдюте в активизм тоже долбая бы, наверное, работают. Сделали этих специалистов, а теперь не применяют. хуй, что идея, б**, Activision, чё ж, б**, б**, идёшь, вот ваш конкурент подобрал её с помойки. Ну, в итоге в баттлф мы часто проиграли, Лёша сделал обзор естественно на эту бетку и в итоге как бы наши пока отношения с баттлф в 2062 закончились. Также Лёша 3-го и 17-го октября поехал в очередные этапы в рамках Кубка Рафа, это было 3-го числа к Ялами, которое не совсем, я бы сказал, хотя, не знаю, 14-е место в Киелами, ты как на тот момент воспринимал? Это отлично было, я стартал с последним. Последний этап в рамках Кубка Рафа Лёша поехал у нас в Имули на итальянской трассе, который расскажешь кратко, как ты попал из плотины в голд? Это вы можете узнать из видео по обзору. Ладно. Ладно. Скажу так, что Элосистема. Элосистема, да. Мне кажется, да, это должно полностью объяснять в принципе ролик и ролик тоже будет по ссылке внизу в описании, чувство роликов там дофига будет внизу в описании. Ну, не суть, пока мне это будет и существует так. В итоге Лёша на седьмое место приехал в голд лиге и закончил тем самым свое участие в Кубке Рафа. И еще, что мы можем здесь, дальше уходит 21 октября обзорчик на Кубок Раф и то, как на тот момент Лёша назвал СМП, обосрались чемпионатом и его системы проведения, начиная от квалификационной системы с этими кругами жизни и заканчивая волшебной Элла-системой, которая кидала людей из одной лиги в другую и в итоге половина просто выбывали, особенно в низших лигах, потому что не видели смысла бороться. Но это не связано прямой, конечно, с Элла-системой, но просто люди, как в обычной лиге, когда у тебя нету, ты не профессионала, этим не зарабатываешь, как у тебя нету стимула, за что держаться, люди, не видя борьбы, в итоге выбывали и перестали гоняться. И еще 15 октября стоит напомнить, что у нас был второй стрим-баттл с тобой по NFS Carbone, который мы, кстати, все-таки закрыли. Он, ваше меньше по объему, чем Underground, поэтому было неудительно, чтобы его закрыли. Вышло с этого великолепнейшая нарезка на 35 минут, там на 37, ну не помню, на 35, но вот могу сказать одно, вот эта нарезка с карбона и финальная серия скиллапа, это вот был самый веселый мой монтаж за этот год точно. Потому что если в финале скиллапа, который я монтировал, там что с тобой не момент, так это просто первый полнейший, потому что ты понимаешь, что человек просто у него, не то, что он бомбит, у него уже агония просто идет, он смотрит и причиняет сам себе боль. Это какой-то вот реально просмотр Сильверских каток на тот момент это был реально садомузохизмом. Но он и до сих пор для высоких рангов в Counter-Strike остается, потому что невозможно, когда ты понимаешь, какие действия должны быть, а в итоге исполняется абсолютно полный лютый трэш. И как раз еще после этого был как раз NFS Carbon, там, я, наверное, отметился даже больше, чем Леша. Леша отметился перформансами в игре, я отметился тем, что сначала одному боссу хотел палкой по яйцам вдарить, а второму боссу женского пола назвал ее Мокрощукой. Ну, не с... Да, да, нехороший человек, я понимаю, на эмоциях тогда было это так себе. После этого мы переходим в предпоследний месяц в нашем году, это ноябрь. Похлопаем гению! Похлопаем! Шо ж ты, сволочь, молчал-то все это время? 12-го, 11-го ноября у нас Леша выпускает ролик, который, кстати, как ни стану, даже дополнил тот ролик, который уже есть на канале про киберспортивный путь Алексея в Контур Струке. Он тоже будет внизу в описании, где Леша подробно рассказывал команды и как они меняли составы и как в итоге с киберспортом не задалось. И вот... Больше рассказал про то, как попасть в принципе в киберспорт. И в итоге этот ролик на стрим-джобе, который вышел дополнен по факту весь разговор о том, что были моменты, которые... Ну, как бы... Я считаю, что я не буду в этот раз споделить. Он ролик достаточно небольшой, можете посмотреть. И в дальнейшем 12-го ноября у нас заканчивается проект скиллап, потому что Леша понял, что это трэш-шоу, которое, ну, вот все, проект прокачка себя и жила в полном прямом формате. И я Леша тоже заявил, что мы, если мы будем делать прокачку только с какими-то другими людьми, а потом мне уже Леша заявил, что так как мы уже, как вы знаете, КС особо не играем ни на канале, ни в рамках стримов, ни в рамках видео, то мы ничего... Что я в качестве... Ну, не, я понятное дело, я контент могу условно завозить. Вот Леша в качестве эксперта уже, как ты сказал, и жил в плане идей себя. В плане... Ну, вот в плане того, что ты говоришь, что я не могу ничего дать нового. По нереалам объяснений и так далее. То есть действия одни и те же. А про КС? Да, про КС. Просто немного выпал из разговора. Так, на каком моменте? А, момент с окончанием? Да. Данство на гряну закончился скиллом. Ну, закончился он, потому что я не видел смыслу, потому что все повторяется из раза в раз, как бы, нафиг оно надо тратить свои ИДы на время. Вот. Была идея взять другого человека, но я потом быстрее как подумал, что как бы, я не играю в Counter-Strike уже сам где-то полгода активно. И, соответственно, ну, если на уровне Дэна я еще могу ему дать простые советы, как бы, ну, все-таки тут легко увидеть, что конкретно, где косяк был, то на чуть более высоком уровне тоже могу что-то давать, но такое уже. Уже что-то сложно как-то адекватно оценить ситуацию, будучи не игроком. Вот. И в итоге вот так вот все это благополучно закончилось. Еще можно сказать, что 17 ноября Леша залетает уже еще раз, второй раз идет шествие World of Warcraft в сезон мастерства, где, кстати, как не стану, даже набирает какую-то аудиторию, которая постоянно начинает его смотреть. Именно Warcraft еще и потом забивает. И потом забивает, да. Все забавное незабавное в этой ситуации. Если вы хотите увидеть Warcraft на канале в виде стримов, пишите в комментариях и все будет. Everybody will как было, will be chicks and poops. Чики-пуки все будет. А 10 ноября Леша выпускает, по-моему, последнее видео на данный момент на нашем канале, если не считать шорс, который после него вышел, это план на канал. Эх, планы. Планы на канал. Если кратко излагать суть этого видео, Леша рассказывал о том, что мы активно делаем проект StreamJob, то, что я планирую в дальнейшем делать карьеру по спортивному симулятору. В конце видео данного мы тоже расскажем о планах, которые немножко у меня точно поменялись. и пока мне планы на канал на тот момент уже списал Лешу, потому что можете еще ссылка в описании, там в принципе оно даже имеет же актуальность в плане твоих идей и так далее. Или уже тоже... Ну, допустим, да. То есть какой-то процент от этой актуальности все равно остается. И еще можно сказать, что и последнее, что было, дальше еще был 23 ноября начался у тебя отбор на кубок G-Drive. Ну, у меня не начался, я его мог не ехать. Да, мог не ехать, да. В Сузуке был отбор, и в итоге Леша попал в Лигу Голд, который ехал в рамках кубка RAV, он ехал в последний этап в нее, а здесь он ехал всю Лигу. И стримов, естественно, не было на V1 мультигейминге, потому что была изначальная задумка Леши, что он будет это все стримить. Был, так сказать, тест того, сколько народу придет на стрим-джобе. Давай так, довольны результатом? Я просто больше понимаю, что как бы в основном мои стримы на Твиче смотрят. Да. На Твиче у него могу, честно сказать, у Леши хорошая аудитория, есть постоянные зрители, которые приходят, шутят, так что там нормальные ауды есть в чате. Там атмосфера хорошая. Они все знают. Они видели Лешу, который влетал в людей в пабах, они видели, как Леша побеждал, они видели, как Леша проигрывал, они все видели. И еще заканчивая ноябрь, 18-25 ноября на канале стрим-джобе выходит Лешин видеоролик, два видеоролика про историю игры Dawn of War. Который он подробно рассказывал, как вся серия немножко потом из хорошей серии превратилась немножко в какашку. Да не немножко, она и превратилась в какашку. Это да. Да, и я считаю, честно, вот это без всякой стебы и сарказма, наверное, Леша, твои лучшие видеоролики на стрим-джобе, потому что видно, что человек душу вкладывает, он знает, о чем говорит. это не про условно, вот если ты бы выпустил бы такой ролики про спортивные какие-нибудь симуляторы, я бы немножко удивился, так как я знаю, что ты в Dawn of War играешь давно, и как бы ник Warhammer откуда, собственно говоря. Ну да. Да, поэтому неудивительно, и Леша, я считаю, очень продовольный рассказал, даже если бы я был бы сторонним зрителем, а не его другом уже сколько лет, я считаю, что это очень хороший ролик, который поможет ознакомиться с данной серией видеоигр. И, ну что, Леша, мы подходим к последнему нашего месяца, в декабрь. С вами снова волосатый Низ Бразерс, Warhammer. Что было в декабре? В декабре был один шортс под названием насралый шоу. Чисто в рамках эксперимента. Да. Мы планируем сразу, хотя ладно, об этом я лучше в плане буду говорить. 6 декабря ты поехал в 8 часов Сильверстоуна, который, по-моему, ты на тот момент не объявил, по-моему, победили вы или нет. Мы там точно не выиграли в этом роде. У вас там, по-моему, была система штрафа, была какая-то ересь, в этом по штрафам ждали результата, засчитает или нет. Да, если по штрафу, то я точно не знаю. А, ну, ты так. Я просто вспомнишь, что там что-то около твой подиума, что ли. Также 16 декабря у нас Алексей отметил день рождения в Ассеты Коса Копенсионы, где он поехал на тех машин, которые, наверняка, в жизни больше не сядут. Ламборгини, Хуракана, 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 да. Ламборгини, Хуракана и Ниссанчик, ГТЕ. Два ведра, которые надо на какие-то, наверное, золотые руки, чтобы это все настраивать. Ну, в смысле, Ламборгини-то еще более-менее подходит понять, а вот к Ниссану тебе тут не совсем это подходит, и такой там трэш, конечно, был в виде гоночек. Тем более, еще Леша каким-то героическим образом получил залететь в гонку, где участвовал Кус, канал Кус Райсинг. Чисто по фану. Да, чисто по фану. Падо мы его всем чатом уговаривали, чтобы он взял Рейтер, это самая худшая машина, которую можно придумать в классе ГТС автокорсик аппетитсионным, но, к сожалению, кто-то понял, что он жить хочет и не умирает на первом круге. Хотя контент и отдать должное даже с двумя такими машинами завез Леша прилично. 1 декабря ты начал свой старт в кубке G-Drive в Гоутлиге. Ты, если правильно помню, ты планируешь в дальнейшем обзор делать на все Лего? Да, естественно. На странице, правильно? Ну, точнее, обзор, обзор, ну, так, относительно обзор чемпионата, ну, в общем, будет, как раз в конце года. В общем, если кратко, чемпионат вышел не очень, от слова совсем, кроме последнего этапа, на котором толком не полборьбы. потому что мы, конечно, извиняемся, но когда 20 человек стартуют в начале гонки, а потом в конце остается 10, то это уже больше похоже на какой-то Формулы 1 середины 80-х, начало 90-х, а не на полноценный чемпионат под рамках СМП. Ну, это уже больше вопрос мотивации людей. Бтреть не пришла изначально, треть выбыла по ходу этапа из-за повреждений, потому что там плохой боулинг сыграли. Так что да. Весело. подобное замечалось во всех лигах уже. В той же платине, я что-то смотрел там до финиша 16 человек доехал. не стартовал 18, два сошли. Ну, в нишке, в более низких лигах, я думаю, чутка может получше, потому что там, надо так гонять плюс-минус одинаково. И еще все закончилось, наверное, гоночный весь уикенд, или в данном случае гоночный год закончился тем, что 23 декабря Хареша поехал в в Дессе по турнире Winter Cup, который чемпионат сделал квартал в Дессе, который проводит частые гонки, и трасса была поле Рикар, где Леша выступил каким образом? Да что, все шло неплохо до определенного момента. Да, там просто нашелся один товарищ, который видимо припутал газ с тормозом, и в итоге устроил боулинг минимум 6-7 людей, у него, которые... кстати, мы сделали у него запрет на квалификацию на следующий этап и старт из боксов. Ну, человек получил по заслугам, потому что я сейчас вот твич-клип вы сейчас увидите, он реально получил по заслугам. И на этом год, в принципе, по контенту закончился. прежде чем мы подведем немножечко итоги, будет сейчас любопытный сегмент, называется топ-3 ролика по просмотру на канале. Я, конечно, уверен, что ты уже, наверное, глазиком немножко мелькнул и понял, в принципе, какие может ролики войти в топ-3, поэтому давай, давай так. Итак, третье место у нас невидимая барабанная дробь. Третье место, как думаешь, кто у нас занял по просмотру на нашем канале? Так, ты сейчас копидать начнешь подготовить, поэтому я скажу, в январе закончилась финальная серия Lights Out My Team, финальная серия, это после этого Леша режим карьеры не выпускал, потому что Леша изначально даже заявлял в рамках прошлого подкаста. План есть на это все дело, но можно сказать реализуем это слово когда-нибудь. Да, почему когда-нибудь. Значит, Даняш, второе место у нас занимает и, естественно, Леша сейчас не успеет тут греть, Pride Sport да, Pride Sport дочь равно нулая гонка. Не успею подлезать на одном уровне. 184 просмотра имеет этот ролик. Да, просмотры сразу говорю маленькие, как потом я выяснил по статистике в 20-м году у нас были более просматриваемые ролики, но как бы надо радоваться пока мелочам всему в свое время. И первое место я думаю уже Леша 50 раз увидел что это за ролик. ЕСЕ и их замечательный чит имеет 268 просмотров на данный момент. Как сказал Леша хотел хайпануть не получилось ЕСЕ вовремя сподхватилась и исправила свои убрала с собой какашки которые там сделала. И в итоге 268 просмотров это у нас самый просматриваемый ролик за год. Понятное дело если с 20-м годом сравнивать это такое себе но я говорю надо радоваться статистику давай свой вывод давай начнешь ты свой вывод по году после чего всего того что мы перечислили какие там пути пошли из F1 в АЦ и так далее и так далее что думаешь про этот год? Ну в принципе в принципе если отбросить первую часть в принципе вторая часть неплохо пошла мы пошли на еще один ютуб канал по сути работать и все идет там неплохо вот в принципе я не жалею о том что мы приняли такое решение я тут нынче понимаю что думать не надо было надо было сразу соглашаться вот ну что можно сказать похоже наступает вторая великая депрессия на канале первая была в период с 15 до 18 года идет середину вот сейчас походу вторая начинается тоже так ролики раз пару месяцев выходят и все да мы с тобой ладно у нас нету роликов но есть стримы на канале так что в принципе на канале что-то выходит отлич от периода с 15 по 17 год когда не выходило ни того ни другого от себя честно хочу добавить наверное то что я честно не абсолютно не даже в плане видеороликов то есть от меня с моей стороны на канале естественно больше продуктивен был Алексей тут глупо спорить что в плане стримов что в плане контента особенно наверное вторая половина года загреш прям вся осталась у меня только лето было активно в плане контента остальное было так себе со стрим джобом я тоже рад что мы сконтачились потому что я нашел идеальное применение этому формату который в принципе я мог реализовывать и на канал наш но реализовываю на стрим джоб чтобы был контент в любом случае и тем более мы его немножко видоизменили чтобы банально не попадать в водоавторские права поэтому мы немножечко там видоизменили мне все пока нравится поэтому я считаю что вторая половина была хорошая первая была ну для для тебя я думаю ты сам хотел вычеркнуть понять как человека зрителя нормально было ну вот в плане человека который автор на этом канале так себе вот конечно я там постримил активно в один момент развалился проект наш сервер на прокачку где я пытался на полном серьезе все это делать и но в итоге это превратилось в полный кошмар и в итоге как бы я вторым в общем если подводить эту всю весь кашу в башке которую я сейчас вам воспроизвожу по незвуковой дорожке то можно подвести так первый год первая половина года была ну очень средняя вторая половина года была в принципе неплохая есть чему стремиться в любом случае но пока имеем то что имеем что по анонсам на следующий 2022 год мы 4 по 6 число и в январе месяце планируем еще один сделать стримбатом уже по еще одной части не for speed уже мост вон тут вас будет ну а просто не for speed мост вон ты а теперь пиага эдишен могу сказать одно то что мне объяснял лёш это реально будет будет весело подай когда я одному из товарищей сказал что мы будем собираться пиага эдишен проходить он чуть был не особо счастлив но нам как бы было начихать поэтому 4 по 6 января ждите на канале стрим джоба еще на наших твич каналах трансляцию трехдневную по нфски надеюсь что мы за три дня и и пройдем должны должны посмотрим также у нас там есть еще пару носу который мы делать не будем потому что непонятно исполнится это все или нет также могу от себя заявить на последний могу сказать точно четыре месяца меня набросано где-то идей 8 10 который можно реализовать в рамках нашего канала не только стрим джоба да да вот правильно лёша думает потому что меня у меня у меня обычно на словах лев толстой а на деле не будем продолжать это дальше стишочек в общем есть идея который реально можно реализовать и надеюсь что ближайшие может три месяца реализую тем более с учетом того что следующий год например лично для меня это будет просто может быть переворот полнейший потому что не факт что даже на этом канале буду делать видео контент тоже могут случиться определенные события которые не позволят мне это сделать но посмотрим как все это выйдет надеюсь что все-таки пока есть креативный фитиль и он горит мы будем делать контент на канале и причем который желательно побольше мы хотим сделать все-таки видеороликов и не делать много именно трансляции контент в любом случае будет но хочется именно вот видео контента побольше наверное вот все сказал есть у тебя какие-то еще дополнительно там анонс у меня пока нету я так сказать человек идея если мне пришла иглу идея и пытаюсь сразу реализовать да вот так и сейчас заранее планируете у меня не получается да вот мы в этом понесли дополняем поэтому что у него то идея сразу реализовываться все-таки я просто напомню лишь буквально за один день возникла идея что будет если проехать со скотчем трассу вас это курсе ну ты просто скрылся да но ты вспомнил серию за ним и поэтому подумал почему такой не реализовать причем стать очень забавный ролик ссылка то есть внизу на этом наверно все придем уже к поздравлению ребята все будет класс сейчас алексея наверное предлагаю поднять ты тархун чека я тут заготовила себе уже кое-что бокальчик бокальчик я до этого буду пил в прошлом году если правильно помню сейчас у меня там уже у меня полноценный полос человек стрим-жоби начал работать вот теперь пьет вино да в общем давай сначала или как это давай сначала и наверное ты начнешь спать поздравления с уже новый год у нас скоро будет 2022 давай ты начнешь поздравления потом я какая вот так сказать дамы и господа 22 год на пороге уже прошел 21 год закончился для бы что у всех хорошо на 20 р год у всех и он здесь все у вас там исполнится все ваши планы вот ну и самое главное просто идите к своей так сказать мечте вот мой посыл наверно как то так дохуй как-то дела ну наверное от себя пожелаю следующее понятное дело что я прошлом году говорил что карантинный год 20 много чего подпортил начиная от простых людей заканчивая крупных компаний 21 год в этом плане был но относительно в ломбард то есть какие-то месяцы были хорошие некоторые места был не очень как вы можете видеть по странам некоторые страны до сих пор проблемы с этим вонючим вирусом других стран все принципе пока ничего не существует ощущения но не судя вы сейчас как всегда себе понаобещайте кучу целей выполнить двадцать втором году из которых ну дай бог вы исполните если не будете четко идти к целям 10 процентов вашего за счет работа семья учеба и все жизненные невзгоды которые возникают у нас на пути поэтому желаю на самом деле главное что я хотел пожелать это осознанно ставить цели и четко знать что если вы ее поставили то несмотря ни на что до придется чем-то жертвовать ради любой цели приходится чем-то жертвуешь что им успешный youtube-канал приходится жертву там лично времени в личной жизни так далее хочешь стать профессиональным футболистом тоже приходится тем же самым примерно поэтому хочется чтобы просто осознанно ставили цели не ставили себе недостижимых целей это оставьте на какие-то мечты потому что есть хорошая фаза мечты сюда это не достиг какая-то недостижимой цели ты которую только можешь видеть но по факту достигнуть и не можешь иначе она просто превращается в цель хотелось бы также пожелать здоровья потому что здоровье можно в каждый год желать она у вас одно и как есть принцип йолу и он ли ливанс давно живем один раз но здоровье все-таки надо заботиться и пожалуйста не запускайте его на на последний момент потому что когда вы опомнитесь и когда вам организм передаст привет уже будет поздно поэтому желаем вам здоровья финансового благополучия чтобы вы не задумываю финансовый вопрос всегда был последний вашей голове и никогда не возникал на первой роли и еще хотелось бы пожелать наверно от себя что лишь уже сказал идите к своей мечте я скажу так ставьте осознанно цели и не забывать что семья и близкие всегда рядом хорошо поднимая вас лёшу тархунчик я за вас виноградного сочек сочечка и всем до скорой встречи увидимся в двадцатом году давай чокаемся с камерой всем пока и и и